Всем привет и добро пожаловать на мой канал! Я почему-то думала, что я вам рассказала все виды карт, которые вы можете оформить для себя иностранец на территории Польши, но, как оказалось, что нет, я упустила еще один вид карты, который называется Blue Card, либо голубая карта, либо же небеская карта, то есть можете называть ее как хотите, как вам ее удобно. В принципе, это одна и та же карта, которую может оформить иностранец. Поэтому сегодня поговорим, кто ее может оформить, также какие нужны документы и вообще какие привилегии этой карты перед обычной картой, перед часовым попытом. Поэтому, если вам это интересно, то продолжайте смотреть дальше. Голубая карта Евросоюза, она практически похожа на Green Card в Америке, но это никак не отличает ее по цвету от карт временного побыта. Она точно так же выглядит, как и карта временного побыта, как и карта поляка. Это просто там, где доступ к рынку труда, написано, что это небеская карта. Голубая карта нужна была для того, чтобы привлекать больше людей с высшим образованием, чтобы они работали на территории Евросоюза. Единственное, что не участвуют страны Евросоюза, такие как Великобритания, Дания и Ирландия. В принципе, голубая карта, как и карта временного побыта, она идет с доступом к рынку труда. И для тех, кто оформляет голубую карту и для членов семьи, очень много есть бонусов и привилегий. Для того, чтобы оформить голубую карту, то вам нужно, конечно же, обратиться в ужин по делам иностранцев. Кто же вообще может оформить голубую карту? Во-первых, если вы не являетесь членом Евросоюза, далее, если у вас есть высшее образование, вы проучились по специальности 5 лет и у вас есть еще также опыт. У вас есть действующий контракт, либо же предложение по трудоустройству на территории Евросоюза, либо же на территории Польши. Также немаловажным фактом, если ваша специальность включена в реестр востребованных высококвалифицированных профессий, этот список я вам оставлю в инфобоксе, а также оставлю статью, где вы можете прочитать более детально. Ну и, конечно же, как и для всех, имейте медицинскую страховку. Также немаловажным критерием у вас минимальная заработная плата по вашей специальности, которую вы будете совершать здесь на территории Польши, должна быть больше 150% от средней заработной платы, которая действует на территории Польши. И, например, для получения голубой карты в 2017 году, ваша заработная плата должна была составить 5600 злотых брута. Конечно же, в голубой карте очень много есть преимуществ, как и для владельца карты, так и для членов его семьи. Во-первых, вы можете получить карту с доступом к рынку труда, также все члены семьи получают тоже карту с доступом к рынку труда. Это более легкий процесс по воссоединению. Также, если у вас в семье есть дети, ваши дети могут получить бесплатное образование на территории Польши в любом университете. Также, если вы, например, получили голубую карту и хотите поменять работодателя, то на обычной карте временного попытки вам нужно подавать заново весь пакет документов и платить заново 440 злотых. То, что касается голубой карты, делать не нужно, так как вам просто нужно принести будет дополнение к децизии об изменении данных. Также, после 18 месяцев пребывания на территории Польши, например, вы имеете право поехать в другую любую страну Евросоюза, подать там документы на временное пребывание и начать сразу же работать, не дожидаясь решения по вашим документам и без каких-либо дополнительных разрешений на работу. После 5 лет пребывания на голубой карте вы имеете право получить ПМЖ, если вы находились последние 2 года в той стране, где вы хотели бы получить данный вид на жительство. Если, например, на обычной карте временного побыта вы имеете право только 1 месяц быть без работы, то есть находиться в поиске, либо вообще не работать, то на голубой карте вы имеете право 3 месяца находиться без работы. Также в течение всего действия голубой карты вы имеете право находиться 2 раза безработным, то есть по 3 месяца, так как, например, на карте временного побыта такой возможности вообще нет. Если владелец голубой карты хочет, чтобы семья тоже приехала и подалась на временный вид на жительство, то не обязательно быть всем членом семьи, присутствовать при подаче на карту побыта. То есть может владелец голубой карты сделать это сам. Единственное, что когда уже приходит децидия, тогда, конечно, все должны прийти и получить лично данный пластик, потому что там уже берутся отпечатки пальцев, сверяются данные и отдается карта лично каждому в руки уже. Если же, например, так получилось, что вы получили уже голубую карту, работаете и решили поменять работодателя. Так вот, здесь есть 2 варианта и все зависит от того, как долго у вас данная карта. Если вы проработали менее 2 лет на голубой карте и хотите поменять работодателя, тогда вам просто нужно прийти в ужин, принести дополнение к децидии и изменить все данные, касающие работы. После того, как изменения будут сделаны, тогда вы можете только приступать к работе. Что же касается второго варианта, это если вы работаете на голубой карте уже больше 2 лет, тогда здесь уже не нужно ничего так ждать, как при первом варианте. Здесь просто нужно будет в течение 15 дней уведомить ужин о смене работодателя и все. И вы можете сразу работать, то есть не нужно ничего будет ждать. Также не нужен будет тест рынка труда. Голубая карта выдается, как и карта временного побыта, на 3 года, либо же вообще даже меньше. То есть все будет зависеть, насколько у вас заключен контракт с работодателем. Какие же все-таки нужны документы для получения голубой карты? Первое – это заполненные 2 внеска. Кстати, внески и все документы, которые нужны для голубой карты, я вам оставлю в инфобоксе. Так что под названием разворачивайте и там увидите более детальную информацию. Дальше – это 4 фотографии 3,5х4,5. Это оплата за голубую карту 440 зл. Это загранпаспорт и копия всех его страниц. Далее – это оригинал и копия вашего договора на работу. Оригинал и копия разрешения на работу. Дальше – это оригинал и копия вашего свидетельства о рождении. Оригинал и копия вашего диплома об окончании университета. Также диплом нужно будет заверить нотариально. Далее – это оригинал и копия договора на аренду, то есть на жилье. Очень важным еще также документом – это опиние старосты, то есть решение старосты рынка труда, то есть что на ваше место нет ни одного поляка и вы имеете право работать. Кстати, да, этот документ очень важен для получения голубой карты тоже. Дальше – это, конечно же, страховка. После трех месяцев, как вы проработаете у работодателя, то вам нужно будет еще принести выписку из РМОА. РМОА – все это вы можете взять либо же у самого работодателя, либо же у отдела кадров, либо же у бухгалтера. Дальше – это свидетельства о браке оригинал и копия, также переведенные все на польский язык, если же члены семьи подаются по воссоединению. Ну и также заявление о том, что ваша семья находится на вашем обеспечении. Это заявление пишется от руки в произвольной форме. Это даже заявление пишется даже тогда, когда вы подаетесь и по воссоединению по обычной карте временного побыта, и на голубую карту, и на карту столевого побыта. То есть это заявление пишется от руки. И я знаю, что это заявление не везде требует, не во всех ужинтах, но в поморском ужинте это заявление требует. Ну и после этого вам останется только ждать назначения инспектора. Понятное дело, что во всех источниках пишут, что рассмотрение голубой карты – это минимум 6 месяцев. Но на самом деле минимум год сейчас рассматривают любую карту, независимо от голубая, это обычная, либо сталый побыт. То есть готовьтесь к тому, что это очень длительный процесс, в период которого вас могут также попросить доносить какие-то еще документы. Но самое главное, чтобы вас назначили. Помните тот факт, что если, например, по каким-то обстоятельствам, либо же по решению инспектора по делам иностранцам будет так сделано, что не хватает каких-то документов, либо же вы не можете оформить на голубую карту, то вы просто можете обычный побыт часовой и получить карту с доступом к рынку труда, но просто уже не будет таких привилегий, как на голубой карте. После получения децизии вы уже оплачиваете за оформление самого пластика 50 злотых, также ждете 3-4 недели. Готовьтесь также к тому, что как и по соединению с картой поляка, насталый побыт, то здесь по голубой карте тоже могут к вам приходить страж граничный и просто с вами разговаривать, спрашивать у соседей, правда ли, живете ли вы здесь, работаете ли здесь, есть ли у вас дети. То есть такие формальные вопросы. Также могут вас попросить на собеседование с инспектором, прийти всей семьей, либо же по отдельности и узнать, живете ли вы вместе со своим супругом, либо супругой, с детьми, что вы любите, чем увлекаетесь. Еще одним моментом нужно знать, что голубая карта дает право вам жить и работать только в той стране, где она была выдана. То есть кататься по всему Евросоюзу и работать по этой карте вы не можете. Вы только можете, как я вам сказала ранее, после 18 месяцев приехать в другую страну Евросоюза, подать документы на вид на жительство и после этого начать там работать. Вот такие вот нюансы по поводу небеской карты. В принципе, ничего нет сложного, но есть ряд преимуществ для того, чтобы ее оформить. Надеюсь, что видео было для вас информативным и полезным. Если у вас еще остались вопросы, пишите в комментариях. Ну а мы с вами увидимся уже совсем скоро в следующих видео. Всем пока-пока!